здравствуйте с вами программа гипотезы я лили илькова сегодня мы с вами продолжим говорить о миграции о таком современном явлении как миграция и о тех вызовах для общества тех рисках которые она с собой несет этих плюсов естественно тоже и продолжим и наш разговор с алексеем набатовым это наш гость доктор биологических наук вирусолог эпидемиолог биохимик здравствуйте алексей добрый день примерно год назад мы с вами в этой студии уже встречались и говорили о том какие риски вот глобальная миграция с собой несет тогда честно скажу достаточно сложно было насколько вы помните придумать как же от миграции и здоровье они между собой связаны вопросы здоровья вопросы здравоохранения тем более в европе которая стабильно привычно нам воспринимается как очень благополучный в отношении здоровья регион но новости которые с тех пор вот поступают как раз из европейского региона показывают что там тоже возможно развитие таких например неблагоприятных явлений и заболеваний как корь статистику по которой мы видим постоянно увеличивающиеся и как же это связано с миграцией вот недавно я принимала участие в работе круглого стола как раз по миграции влияние всеобщей декларации прав человека на миграционные процессы и там в одном из выступлений прозвучала отсылка к журналу lancet насколько я знаю это один из авторитетнейших журналов в котором появилась как раз заметка скажем так если можно к такому журналу вообще применять такое слово то есть статья очень такая большая аналитическая статья о взаимосвязи миграции политики социального отношения мигрантов и вопросов здравоохранения ну честно говоря статью я не читал поэтому если можно какие-нибудь общие там выводы об этой статье есть очень короткий абстракт но достаточно сложно читать статью потому что там статья действительно очень серьезный огромный массив данных проанализирован но вот если смотреть совсем вы выводы выводы то заключение приходит к тому что если недостаточно внимания уделять в социальной политике ориентированный на интеграцию мигрантов и заботу о мигрантах и беженцах как беднейшей части населения то это негативным образом сказывается на благополучие здравоохранение даже в богатых именно там как бы прозвучала такая характеристика как богатая благополучная стабильная страна ну как бы ну как бы вывод очевидный тем не менее он должен был видимо быть подкреплен конечно вот и год назад если вы помните мы с вами как раз говорили о том что вот в европе стали появляться случаи кори сейчас если мы посмотрим по статистике восс всемирной организации здравоохранения то это заболевание вышло на максимальный уровень за 10 лет последних может быть даже больше да но это в мире на в мире вот причем там статистика такая интересная если в 2017 году это было всего 5000 случаев 2018 24 тысячи случаев на 2019 год они дают сорок одну тысячу это мало считается что масштабы больше но просто так скажем когда и мы говорим об эпидемии реально то есть вот у меня там есть данные что допустим вспышка ну не вспышка эпидемия кори в конго в 2013 году то есть там в одном конго было 130 тысяч случаев то есть европейский может быть европейский регион такие цифры уже для европейского региона и вот смотрите а что считать вообще тогда эпидемии потому что ну вот если смотреть по статистике да то тоже интересная ситуация сейчас поймете к чему веду если мы смотрим статистику то нам приводится в основном все-таки европейские страны вот там максимальное количество например почему-то приводится сербия грузия и греция где это по соотношению количества заболевших на миллион населения там больше 600 до в сербии вот больше 600 заболевших в греции 293 человека в грузии 307 вот это много или мало по отношению к миллиону человек с каждого миллиона есть например над порядка 300-600 человек ну классическим считается и в том числе вот в спиде на которыми я больше так скажем занимался классическим порогом считается пять процентов то есть но мы должны иметь в виду именно уровень контагиозности заболевания и если для спида она относительно низкая вот но если мы не говорим о инъекционном пути передачи то для кори это практически сто процентов поэтому естественно для этой болезни уровень очень ну так скажем его автоматический уровень эпидемии снижают и действительно 200 случаев на миллион это уже может быть так скажем рассматриваться как эпидемия то есть вспышкой точно считается шесть десять случаев это уже вспышка вообще то есть это уже считается то есть там можно бить в колокола и поэтому когда мы как раз в прошлом году говорили что как бы это все пока где-то там за это время уже все пришло в россии в том числе и то есть в россии уже спорадические вспышки происходят и в петербурге и в москве и уже практически по всей стране то есть это уже не связано с миграционными потоками как вы считаете почему как раз напрямую связано ну глобально тут немножко надо отличать потому что когда мы говорим о миграции да мы как-то классически принимаем что это какие-то вот мигранты там откуда-то там далеко пришли но в конце концов туристы это тоже такие кратковременные мигранты то есть они съездили и там на пять дней на пяти дней это больше чем достаточно для того чтобы заразиться корью а вот после чего они вернулись и соответственно уже заболели у себя на родине то есть и таких случаев в свою очередь тоже полно и любой эпидемиолог вам в свою очередь расскажет довольно много замечательных случаев о том что самые экзотические заболевания привозят как раз из экзотических стран куда люди периодически ездят но другое дело что одно дело это какой-нибудь там укус мухи на которая отложила в самых невероятных местах там соответственно свои личинки и и совсем другое дело когда мы говорим о коре то есть это реально инфекционное заболевание вот которые очень быстро распространяется они то есть тут туристов тоже нельзя сбрасывать со счетов абсолютно миграцию должны понимать вообще глобально да совершенно верно и рассматривать это с точки зрения не только вот таких так скажем глобальных потоков людей вот в принципе туристы это тоже поток людей но именно глобализация как вот это вот постоянное перемешивание населения которые уже но мне кажется не остановить хорошо я вот все-таки вернусь к статистике да вот из тех стран которые там с максимальным количеством заболевших на миллион население да тут но конечно в первую очередь вот украину надо выделить потому что никто 606 человек на данный момент на миллион населения то есть это что-то больше чем то что вы перечислили до гораздо больше и при том что страна так нам достаточно близко ну в том то все и делал это опять же таки год назад мы с вами говорили что на украине пошли вспышки так как раз задавались вопросом перейдет или не перейдет ну и естественно перешло то есть было бы странно ожидать что не перейдет потому что движение людей может быть приостановилась но она по-прежнему довольно высоко между украины и россии то есть по большому счету все развивается так как оно должно было развиваться другое дело что надо отдать должное роспотребнадзору и всем службам которые занимаются как раз вакцинации то есть по крайней мере меры какие-то начинают приниматься конечно желательно было бы эти меры принимать год назад вот и тогда может быть их вспышек бы не было там среди туристов которые куда-то съездили не туда вот или среди тех же или передача от мигрантов география это широкая в конце концов к родственникам на украину съездили и вернулись и вот вам уже то есть это будет даже не мигрант никакой это будет вот так скажем поездка к бабушки отдыхающие вот кстати по поводу географии тоже пыталась как-то составить может быть географическое описание и найти какие-то закономерности но вот в этом же списке стран где неблагополучная ситуация покоре румыния в которой 70 случаев на миллион италия в которой почти больше 50 случаев на миллион черногория там тоже любят наши отдыхать больше 50 случаев на миллион и франция там больше 42 случаев на миллион то есть вот это количество заболевших вот по какому принципу то есть чем бы это объяснить потому что страны разные социальной стабильности там то есть если мы можем сказать что например в грузии да или на украине может быть не хватает каких-то вот ресурсов государства чтобы эту ситуацию прекратить то вроде бы италия франция но это стран достаточно устойчивые и благополучные вроде бы там этого не должно быть то есть вот географический очень большой разброс социальной тоже вот какие тогда причины откуда это идет почему возникает в самых разных местах ну если не считать такого объяснения как люди везде ездят и как бы там один поехал и потом шестеро заболели разъехались по другим странам вот какое на ваш взгляд объяснение ну в прошлом году как раз мы рассматривали случай когда мы говорили про британцев которые съездили в италию и заразились говорю что это все итальянцы ну как бы да можно показывать пальцем и на итальянцев но заразились то англичане соответственно англичане не были привиты в свою очередь то есть привиты они бы не заболели да потому что вакцина очень хорошая его и в принципе две вакцинации они фактически но с очень высокой там близкой к ста процентам уже вероятность что вы получаете защиту на всю оставшуюся жизнь то есть как бы англия тоже не последняя страна да то есть с точки зрения социального обеспечения и здравоохранения вот почему в англии такого нет я думаю что тут еще нужно учитывать именно специфику статистики то есть если во франции выявляется случай на то он как бы фиксируется что он произошел во франции он идет в общую копилку а кто заболел непосредственно не считается то есть это могли быть просто мигранты которые там через ту же самую италию там в италии они стараются не задерживаться сейчас выбора нет их оттуда не пускают во францию ну да но еще еще недавно да они рассматривали италию больше как транзит именно во франции то соответственно они приехали во францию там заболели а великобритания то есть в этом отношении и то есть вот это вот тоже надо иметь ввиду я не уверен что вот те 40 случаев это одни французы но в данном случае то есть корреляция она то есть откуда это все идет ну понимаете вот вы говорите там там италия грузия и так далее вот но если мы возьмем статистику по африке то тут уже будут совершенно другие цифры и то есть собственно очагом вот скорее всего является то же самое вот можно сразу этому вопросу и потому что вот просматривая сайт ВОЗ всемирной организации здравоохранения как раз наткнулась на то что если там идет речь о коре то в первую очередь выбрасывают на странице именно статьи по африке что было там предпринято попытка ну там не только коре естественно там всегда перечисления но что было предпринято попытка там а вот ликвидировать очаг заболевания в конго в нигерии то есть но это странно откуда как раз по поводу конга не скажу но из нигерии достаточно большие потоки выходят ну есть оттуда и как бы вот откуда в европу то пошло из африки скорее всего и пошло как раз с мигрантами через италию вот и соответственно уже распространилась в том числе и на украину я думаю тоже это был путь именно так скажем африка на европейский вот мы просто украина более западной и ближе к италии чем там любая другая страна по большому счету ну может молдавии еще вот бывшего советского союза ну там там тоже были мы со статистикой обычно то есть мы должны это иметь ввиду и тут что мы очень четко прослеживается это действительно проблема вообще африканский континент и континент это такая вот ну так скажем большая эпидемиологическая проблема на вот даже с точки зрения кори потому что кори но как бы то есть всем известно что вакцина работает что как бы что за проблема вот то есть почему ее нельзя как и ту же самую госпу взять и отменить на вот ну просто со спой то немножко проще то есть там вакцинация по большому счету единственные она и она дает до уже стопроцентный вариант а скорее уже нужно две вакцинации соответственно и по большому счету надо каждые четыре года вакцинировать всю на детское население до пяти лет на вот и когда через соответственно если мы его вакцинировали там в 12 да то есть прошло четыре года вот 12 месяцев я имел ввиду вот прошло 4 года ему где-то 5-6 лет и мы его повторно вакцинируем а вот потому что вот только повторная вакцинация дает соответственно ну приближать как раз иммунизацию к 100 процентам ну защиту к 100 процентам а в африке это не делается вот и соответственно там постоянные вооруженные конфликты естественно врачи не очень любят работать под пулями вот и и вот эти вот вещи соответственно если вы пропускаете этот срок вакцинации вот этот вот раз в четыре года то соответственно там возникает эпидемия потому что ну так или иначе вакцина уже на уровне воза и так далее против она доступна пожалуйста пользуйтесь вот и воз это в том числе там спонсирует и продвигает из 90-го года там уже по моему уже принята программа по так скажем но элиминации кори к 2000 по моему двадцатому году не произойдет этого вот ну и я конечно там не пророк но скорее всего этого не произойдет то есть в 2020 году корень не исчезнет вот именно потому что вот эти вот все правильные вещи которые уже давным-давно известно их в определенных странах невозможно произвести сделать вот и соответственно как бы вот та же самая вспышка в конго до 2009 год 3000 случаев 2013 год 130 тысяч случаев это за четыре года до то есть а но это колоссальные цифры по большому счету то есть как бы соответственно рост на по на порядок даже но там больше на порядок получается а вот что с этим делать никто не знает а как-то вспышка закончилась который 2013 она не закончилась ну как бы кто умер тут умер вот то есть в основном естественно это дети до пяти лет вот и они как раз и ну так скажем далее вы самый высокий процент смертности но другое дело что это высокий процент смертности был где-то порядка шести семи процентов то есть остальные все по большому счету иммунизировались а вот но и после того как все кто там мог переболеть и не умер соответственно иммунизировались но и не получили какие-то там сопряженные с риском для жизни и осложнения то соответственно они выжили они иммунизировались и все и эпидемия просто сама потихонечку исчезает таким образом ну как бы ну как то есть естественная вакцинация населения произошла но соответственно ждем следующего цикла вы вот эту ситуацию которая в конго была достаточно хорошо знаете вы как-то были причастны то есть исследовали это просто в статьях это все есть то есть и и это та же самая ситуация то есть не помню там 16 год или 8 или даже 18 год в руанде вот то есть там вспышка среди детей которые ходили там какому-то колодцу ну и соответственно друг друга благополучно заражали ну как бы быстренько ну то есть проводить там сейчас вакцинации но можно вот но другое дело что она уже прошла по большому счету именно таким естественным путем на вот но в свою очередь то есть процентов 5 там 7 детей умерла но это ужасная цифра но тем не менее она происходит и чтобы мы не делали вот до сих пор то есть если вы открываете любой обзор по коре то есть кур остается в топ-5 болезней которые от которых есть вакцины то есть как бы вакцины есть да все хорошо но люди как болели так продолжают болеть ну как бы это видно так скажем я об этой проблеме знаю уже довольно давно потому что там мой профессор в том числе в ельском университете он занимался как раз в рамках работы воза вот в африке как раз и они с этим столкнулись то есть вот то есть они да они приезжают они привозят вакцину они что-то там делают вот а как бы курь как бы латака осталось она временно ушла а потом опа и снова вернулась и в принципе вот она вот так вот эмигрирует по всей африке с периодичностью где-то вот 4-5 лет но как бы то есть это достаточно долгий процесс был и существовал задолго вот до этого пятна до той вспышки которые сейчас и в европе и которая там уже ну по большому счету если если она была до того да но как бы была локализована да а потом это вспыхнула но соответственно и вспышка пошла соответственно в сторону европы с мигрантами в том числе но какой-то в мигранты но в конце концов тоже к там какой-нибудь состоятельный конголезец сел в самолет прилетел в италию посмотреть там пизу ты получите распишитесь потому что корище разусловно то есть она высоко контагиозная чрезвычайно понятно ну и вот тогда интерес таких журналов как ланцет но как бы это же не те журналы это получает что это интерес все-таки определенной группы может быть врачей медиков исследователь к тому как это купировать и вот объясняющий все-таки недостатками социальной политики как вы думаете это это что это попытка исправить ситуацию как-то по-другому если вы говорить что до этого вот профессор из ели уже ездил многократные пытались нам прививать всех на месте то вот сейчас получается попытка что сделать вот это все исправить каким образом можно но прежде всего обратить внимание на мигрантов закрыть не пущает либо все таки вот как они пишут уделять внимание уделять внимание именно здравоохранению среди них да то есть в конце концов там те же самые карантины там вводить и так далее вот то есть это тоже чрезвычайно важно ну и соответственно ну вот это вот вечная проблема то есть легальные нелегальные то есть слига легальные они на ту и легальные вот и как раз надо способствовать тому чтобы решать проблемы нелегальных иммигрантов чтобы их легализовать хотя бы на уровне то есть вот придите и вам ничего не будет. Вот как пришли, мы у вас документы ничего не потребуем. Сдайте кровь или что-нибудь. Или сделайте прививку в конце концов, просто бесплатно. То есть всем поголовно делать прививки. Где-нибудь там. В центрах временного размещения. Ну да. Ну или около них, где в принципе, полиция всегда знает, где они есть. Просто поставить там пункт, но полицию в этот момент куда-нибудь подальше отодвинут. Ну в принципе, мигранты тоже люди. Они это прекрасно понимают. Ну я уж не знаю с каким удовольствием, но если есть возможность позаботиться о своем здоровье бесплатно, то они это сделают. Они туда пойдут. И будут делать те же самые прививки. Как один из вариантов. Вот, собственно, к этому и призывает. То есть как раз... Этим и продиктован вот этот интерес вообще к проблеме. Да, да. Потому что если этого мы не будем делать, то это все равно перейдет уже в благополучные, так скажем, районы и коснется тех же самых французов и итальянцев. Вот. То есть, если вы хотите заботиться о французах и итальянцах, то, ну, что поделаешь. Позаботишь от тех, кто... Да, нужно позаботиться и от тех, кто является, там, по большому счету, переносит это все. Чтобы вот этого вот переноса как раз не происходило, надо что-то делать с ними. Получается, что вот эта миграционная политика, она вообще, ну, в Европе точно, все время немножко запаздывает. То есть, если сначала как раз вот было большое, там, придавалось значение к тому. Легальные, нелегальные, пускать, не пускать. Причем, вот там, особенно по Италии четко видно, что на две половины общества поделилось. Одни говорят, не, не пускать, потому что хватит уже там безобразия, самим работать негде, да. И вообще там нет у них такой войны, пусть едут обратно. Ну, так, это как раз политика действующего правительства, которое проглашает, что даже суда не впускаются в итальянские порты и говорят, что мы вас спасем, но отвезем обратно на тот же берег, с которого вы приплыли. Вот. Или другая часть, которая говорит, что это нарушение прав человека, что если люди плывут сюда, в Италию, то они имеют право на поиски лучшей жизни, и это естественно, потому что как бы на континенте там нестабильно, на африканском они имеют в виду, что там действительно вооруженные конфликты, там людям тяжело, поэтому мы должны предоставить им убежище, мы должны о них позаботиться. Но вот именно в таком ключе, как позаботиться о здоровье, на самом деле это вот как-то совсем новые разговоры, и они именно возникают, получается, как ответ на возникшую проблему всегда. Такая, ну, это как, ну, понимаете, то есть тут все в конечном итоге выходит из, так скажем, из политики, да, потому что принимается решение именно на политическом уровне, там, то или иное. Вот. А политики реагируют на запрос от общества, вот. А, естественно, общество, оно в этом отношении довольно инертно. Вот. То есть гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот. То есть как-то, ну, люди не привыкли думать вперед. Вот. То есть вот сейчас эта проблема возникла, то есть, ну, вот ее теперь начали решать. Вот. Ну, рано или поздно все равно придут к тому, что лучше эти проблемы решать там, в Африке. Вот. И, так скажем... Хотя были же такие попытки уже в 2000-х-то, получается, нет? Ну, как бы... Ну, это... Врачи без границ, разве там Врачи без границ, они работают, что называется, да, они работают постоянно и независимо, ни от чего. Но врачи без границ, они решают социальные проблемы, они решают проблемы больше медицинские, да, то есть, и опять же таки, они не работают там, где пули свистят. Наверное, не хочется никому. Да. И поэтому... А проблема-то именно в этом, в том, что пули свистят. То есть, с этого все начинается, а потом уже на это накладывается то, что, естественно, в этом месте не прошла вакцинация, вот, и, соответственно, это вот такой вот потенциальный очаг, который... Ну, это просто дело времени, когда он вспыхнет. То есть, именно, и, скорее всего, я думаю, и, так скажем, и те, кто против мигрантов, чтобы их пускать, и те, кто... Это сами, они рано или поздно придут к тому, что лучше, что называется, решать проблему, чтобы люди вообще оттуда не мигрировали. Но по большому счету, в Африке тепло. Там хорошо, и там много чего растет. Другое дело, что порядка там особо... Ну, это, кстати, вот практически слова вице-премьера Италии, Матео Саллини, который говорит, что лучше мы сделаем так, мы поможем им там на месте, организуем лагеря в Ливии, съезжу в Египет, договоримся там, но пусть люди живут там, чтобы они не ехали к нам. И, кстати, там еще был один интересный пассаж, что вот многие приезжают из Туниса, приплывают буквально. И вот это как раз итальянцев очень возмущает. Ну, вот итальянцев, которые против миграции, они говорят, вот мы-то, например, туда как туристы ездим, в Тунис, то есть нам нравится отдыхать, а они к нам едут, потому что мигранты. Какая война? То есть вот такое, ну, достаточно жесткое отношение. И вот в условиях такого жесткого отношения принимающей стороны, той же самой итальянской, как вы считаете, вот как раз легальные, нелегальные мигранты, вот они пойдут обращаться за медицинской помощью, либо они будут стараться всеми путями, как-нибудь там в ту же Францию сбежать все-таки через Вентимилью или еще куда-то? Ну, легальных мигрантов их просто обязывают проходить медосмотры. Вот, то есть им некуда деваться. То есть... И сразу помогают, если что. Ну, да, и соответственно, тут же уже там, ну, по крайней мере, по туберкулезу, по всем вот этим вот делам, вот, там все очень четко. Вот, вот. А, то есть, я говорю, то есть легальных можно вообще забыть про них. То есть они не представляют опасности никакой. Вот, вообще ни для кого, потому что они приехали легально, они хотят работать, и как бы, и как правило, это довольно высокого уровня, в том числе квалификации люди. Вот, а вот нелегальные мигранты, это вот как раз самая большая проблема. Вот, и тут, ну, потому что их нигде нет официально. Вот, но это не значит, что они, еще раз говорю, полные идиоты, и не хотят, и не заботятся о своем здоровье. Другое дело, что у них нет возможности этого делать, но если им вот так вот закрыв глаза на их нелегальный статус, ну, они уже в Италии. То есть, тут закрывай, не закрывай глаза, они в Италии уже, все, то есть, это вот такая вот, ну, каждого можно рассматривать как потенциальную такую вот эпидемиологическую бомбу. Вот, ну, так лучше, что называется, что-то с ними делать, чем ничего не делать. Вот, при том, что если это будет связано с их безопасностью, да, то, соответственно, по пирамиде Маслоу, то есть, как бы, базовая потребность, естественно, они не пойдут там, где это будет опасно для них. Ну, а опасность для них, соответственно, это, в свою очередь, быть схваченными и отправленными обратно. Вот, то есть, если это будет сопряжено как-то с этим, то, естественно, они туда не пойдут. А если это не будет, если будет проводиться вакцинация без вот этого, безопасно для них, они ее сделают. То есть, и опять же таки, там, разбросать те же самые листовки, что, ребята, приходите, вот, там, вакцинируйтесь, это будет только на плюс. Вот. Потому что, опять же таки, вот это вот то, что они постоянно кучкуются между собой, вот, и, то есть, это своего рода тоже вот такой вот очаг. Они там между собой, то есть, он может приехал здоровый, вот, но другое дело, что обстоятельства их толкают там в подвалы, соответственно, в определенную нишу, а в этой нише там тоже все неблагополучно. И, соответственно, он может быть и был здоровый, а заразился там от своих соотечественников или от кого-то другого, но вот там полный интернационал и согласие, кстати, вот в этих вот нелегальных нишах. То есть, там нету, там, ты турок, я там, не знаю, албанец-сириец там или еще кто-нибудь, там, или нигириец, вот, там люди, там, ну да, пусть и довольно жесткие нравы, вот, но, но они все в одной лодке, и они все это прекрасно понимают. и там, ну, то есть, какие-то свои законы, но они существуют. Вот, и, но другое дело, что их, они все равно там скученность, а скученность это всегда, вот, тоже, ну, тот же самый грипп, та же самая корь, вот, это всегда связано с тем, что там что-то вспыхнет, потому что, особенно, если входы и выходы довольно свободные, ну, а так как это самые низы, то спуститься туда, то, может, и просто выйти оттуда тяжело, вот, но, но входящий поток, он идет довольно мощный. Ну, то есть, как бы получается, что вот, в прошлом году, вы, кстати, про то же самое говорили, что если закрывать на это глаза, закрывать на глаза и говорить, что это нас не касается, то в итоге получается, что как бы, как бы благополучная часть общества, вот, от, скажем так, нелегальных не хотела, от нелегалов, от городиц, все равно получишь, что они, ну, вынуждены будут столкнуться и лучше раньше, чем позже, обратить внимание на проблему и ей начать заниматься. Абсолютно, да. То есть, ну, это, это та база, которая, она не меняется, вот, и она просто лишний раз, из года в год, и вот, год как раз прошел, и мы видим очередное подтверждение этого самого, как раз, факта. то есть, но другое, почему-то это ничему не учит, но, как говорится, история показывает, что история ничему никого не учит. к сожалению, да. А еще я помню, вы рассказывали, вот, на одном из наших метапов, о лагерях, которые в Голландии существуют, то есть, вот, вот эту ситуацию достаточно хорошо, знаете, там как-то вот, оно было, по-моему, более упорядочено, как мне показалось, или нет? Вот эти процессы как раз связаны со здоровьем. Ну, там... И Голландии-то у нас в списке нет, кстати, нидерландов. Ну, мы говорили, там была тоже, в свою очередь, вспышка, там в маленьком городке, но, скорее всего, это тоже были какие-то туристы, и вот, потому что, ну, как бы, мигранты, говорю, то есть, там тоже гораздо шире всегда обычно идет. Кстати, вот в Швеции, тьфу-тьфу, да, тоже тут нет, хотя в Швеции один из самых высоких процентов, как раз, мигрантов на количество населения. Ну, вопрос, наверное, правда, мигранты и мигранты, легальные, нелегальные, как с Люксембургом, где... потому что легальному-то легче добраться до Швеции, чем нелегальному, ну, если мы говорим про Африку, то есть, все-таки, всю Европу надо пройти. Вот, подзабыл я... Лагеря беженцев, как раз в Голландии. Лагеря беженцев в Голландии, да. То есть, ну, во-первых, если... То есть, голландцы, народ довольно основательный, и, соответственно, если они что-то делают, они делают хорошо. Вот, то есть, лагерь беженцев, там вполне, это не палатки в открытом поле, вот, и, соответственно, там один туалет, не знаю, там на тысячу человек. То есть, это... Ну, там все очень и очень прилично. И, опять же, таки, чтобы получить статус беженца... А вы их видели внутри эти лагеря? Да, конечно. Вот, и чтобы получить... Потому что статус беженца, он уже автоматически легализует человека. То есть, и, соответственно, он получает уже определенные, ну, в том числе, 300 евро просто на карманные расходы. Вот, при том, что он... А, на еду, по-моему, тоже. То есть, вся коммуналка в вагончике, в котором они живут, поверьте, очень хорошие вагончики, вот, то есть, ну, конечно, не шикарные условия, но такой вот нормальный хостел. Но санитарной эпидемией логическим требованиям соответствуют. Естественно, да. То есть, вот эти вот лагеря, беженцев, их вообще нельзя рассматривать как источник чего бы то ни было. Вот. То есть, там люди, они свободно перемещаются по Голландии, вот, ну, работать им нельзя, это запрещено, ну, потому что беженцев. Но другое дело, что их постепенно, обязательно, вот, посылают на курсы голландского языка, то есть, там, курсы интеграции, и так далее, и так далее, и так далее. И вот пока рассматривается его дело, вот, не всегда оно рассматривается, кстати, в положительную сторону. То есть, вот человек может, по-моему, четыре года лимит, то есть, вот он приехал, заявился, то есть, он должен сразу же, как только пересек границу, вот, он должен сразу же побежать, соответственно, вот этот миграционный офис, вот, и заявить свой статус. И, соответственно, там, и тут же предъявить какие-то документы. Стать беженцем, на самом деле, не так просто в Голландии. Вот, то есть, нужно доказать, что вы реально бежали от чего-то. Поэтому бывает, что масса у людей теряет документы, тут немецкая была, на Евроньюсе был какой-то сюжет, о том, что вот переход из одной деревни в другую, там какой-то пролеск, есть полный выброшенный документ. Ну, как раз, вот, я, так скажем, профессиональных беженцев, которых я знал, и которых я посещал, так скажем, как раз, в смысле, как? То есть, люди реально готовились, то есть, они уже знали, что от них потребуют для подтверждения статуса беженца, и так далее, и так далее. То есть, они, ну, я уж не буду там вдаваться в подробности, ну, то есть, вот, фиксация всех приводов в полицию, вот, ну, если это политические убеждения, то есть, мы об этом говорим, вот, или, ну, понятное дело, если это военный конфликт, то тут, что называется, достаточно передавиться газетой, что в котором указано. Документов у него может соблюдать как раз. Да, в том числе. Но, но, все равно, вот, миграционные вот эти вот и службы, они будут проверять. То есть, там лучше все-таки иметь документы, чем их не иметь. Потому что они будут требовать кучу доказательств. И в свою очередь, нужны свидетели, там будут, и так далее, и так далее, и так далее. Там все не очень просто. Другое дело, что когда идет вал, допустим, как из Сирии, то службы просто не справляются. Там, кстати, вот эти потоки, которые называются, что они из Сирии, там очень большой процент людей из Афганистана, если смотреть. Опять же, по статистике. То есть, как бы, сирийцев, их вот не так много. А все, кто называется из Сирии, там, это, ну, практически весь регион. И, соответственно, нет людей, допустим, просто специалистов, можно отсеивать просто на уровне языка. Но такого большого количества арабистов, допустим, ну, просто невозможно найти, и которых можно посадить. Которые сидели на районе, именно в миграционных службах, потому что они просто на уровне акцента, он заявляет, что он сирийец, а на самом деле он еле-еле-еле по-арабски говорит, или по-сирийски. Ну, там есть какие-то отличия. А потом просто причинить, что он сам афганец. То есть, вот эти все вещи, вот, но Голландия, она не на переднем крае. Это проблема как раз Греции, вот этих вот стран. Вот этих маршрутов, которые первые. которые дошли уже до Голландии, а как правило, вплоть до того, что прилетели на самолете, вот, там, какими-то правдами, неправдами, в свою очередь, провавшись на этот самолет в своих странах, если мы говорим о политических беженцах. вот эти люди, как раз, они, соответственно, все свои приводы, они все это фиксируют, и потом предъявляют, что вот, ребята, по политическим мотивам, которые, вот, видите, вот, тут меня, там, 30 раз задерживали в течение года, вот, там, избивали и прочее, вот, то есть, там, из травмпункта желательно тут же справочку тоже приложить, и тогда, то есть, человек, который рассматривает, это дело беженца, он, соответственно, говорит, да, действительно, вот, бам, штамп, все, и, соответственно, он тут же получает вид на жительство, уже, причем, постоянный, вот, то есть, он уже может проживать в стране, ну, и там буквально дело времени, когда он получает гражданство. Но это как раз, наверное, вот не те случаи, которые несут на себе эпидемиологическую нагрузку. конечно нет. все-таки, это, если мы говорим об эпидемиологической опасности, то это какие-то неконтролируемые процессы. Или плохо контролируемые. Или плохо контролируемые. Да. То есть, как правило, это вот эти вот вещи. Ну, и вот сегодняшнюю ситуацию, как бы я уже, подводя к резюме, все-таки, если, например, сейчас какие-то, такие, достаточно направленные усилия прилагать в этом направлении, вот эта ситуация сейчас, например, с той же самой корей, она оккупируется в Европе, не в Европе. давайте мы про Европу будем говорить, про Европу, она все-таки к нам ближе, и тем более, что... Ну, если мы смотрим Россию, да, то есть, то есть, пока это все, вот, так скажем, довольно низкий процент, но другое дело, что обязательно сейчас нужно начинать вот эту вот вакциновую кампанию. И, по-моему, я не далее, как, ну, буквально, дело дней, то есть, вчера или позавчера, я как раз считал, что она как раз началась, и в том числе, то есть, в первую очередь, это, соответственно, дети, вот, иммигранты, то есть, вот эти вот ребята, их в первую очередь как раз выкценили. Ну, в принципе, шаг ожидаемый и абсолютно правильный, то есть, это надо делать, и чем быстрее мы будем это делать, тем лучше. Вот, и, соответственно, у кого там какие-то сомнения по поводу того, сколько раз он был инфицирован, вот, то лучше сходить, и провакцинироваться, в том числе. Вот, это, опять же, таки, в интересах этого человека. Вот, то есть, для детей это все сложнее, хотя у взрослых это тоже протекает отнюдь не, так скажем, в лучшем виде. То есть, иногда даже, даже часто, очень тяжело, соответственно, у взрослых. Ну, со взрослыми как раз вот в России несколько попроще, по той просто причине, что мы еще родом из СССР, да, то есть, как бы, те, если вы родились, и, соответственно, где-то в 90-м году вам было 6 лет, вот, как минимум, то, скорее всего, вот, вы в безопасной зоне. Ну, там, да, все строго было. Да, то есть, там, как бы, ну, в общем, все жестко. Вот, а вот, кто родился уже после этого периода, вот, тут вот, уже надо позаботиться о себе самим. Вот, то есть, нам с вами не грозит. Хотелось бы надеяться. Ну, то есть, все равно, резюмируя, значит, это, во-первых, для того, чтобы вот такие ситуации не возникали, то есть, это контроль, социальная политика, это, как бы, ну, скажем, вот, есть такое понятие, амнистия, да, прививочная амнистия. То есть, люди, которые даже, пусть они на нелегальном статусе, но они не должны обращаться за... очень хорошее, кстати, название, да, прививочная амнистия для нелегальных иммигрантов, да, то есть, вот, да, очень, да. То есть, как бы, чтобы просто вот люди не боялись обращаться за помощью, и не замалчивалось это. И сохранение здоровья, получается, это все равно дело всего общества, и, собственно, тех людей, которые в процессе как-то содействовали. и, так скажем, все-таки, немножко смотреть вперед, потому что вот год назад, по большому счету, вот эту вот программу вакцинации надо было начинать уже год назад, когда вспыхнуло на Украине. Вот, то есть, вот этих даже эпизодических случаев, которые уже появились в России, я думаю, их можно было избежать еще год назад. вот, то есть, ну, опять же, такие, то есть, или мы тыкаем пальцем, вот, на соседа, вот, совершенно, причем, ну, это не та вещь, которую там можно отгородиться, вот, она прилетит там по воздуху, в конце концов. Вот, то есть, если это вспыхнуло у соседа, то, соответственно, ждите у себя. Вот, это железное правило, и его надо соблюдать. Тут, да, но тут мы оказались вот не одиноки в этом, как бы, тренде, то, что потом уже все обращают внимание, и европейцы точно так же, вот, теперь мы должны обратить внимание на неблагополучные слои нашего общества, вот, как бы не замалчивать проблему, а помочь им тоже для того, чтобы сохранить собственное благополучие. К сожалению, так. Большое спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, что когда через год мы этот разговор повторим, уже будет речь идти о том, что, а вот была ведь вероятность, но, к счастью, все разрешилось в лучшую сторону. Ну, хорошо. Очень хотелось бы. Еще раз большое спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был Алексей Набатов, доктор биологических наук, эпидемиолог, вирусолог, и мы говорили о тех рисках нелегальной миграции, о тех процессах, которые с ней связаны, влияющих на благополучие в сфере здравоохранения. Спасибо. В Европе и вообще в мире. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова